Друзья, всем привет! Вы обновились до новой HyperOS, поиспользовали ее, посмотрели что она собой представляет и у вас возникло желание откатиться до MIUI 14, если ваше устройство это позволяет. Но как это сделать? В сегодняшнем видеоролике я вам расскажу, что для этого потребуется и какие нюансы существуют. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Данное видео будет состоять из трех частей. Первое это подготовка смартфона, второе это подготовка на компьютере и третий этап это прошивка на самом компьютере. Нам с вами потребуется перед всеми этими подготовительными действиями, конечно же смартфон, компьютер и что немаловажно с хорошим накопителем. При прошивке смартфона важно использовать быстрый накопитель, чтобы он смог без всяких ошибок и других проблем прошить наше устройство, ну а также чтобы он был хорошего качества. К таким требованиям можно отнести быстрый SSD диск портативного плана Transcend ESD380C на 1 ТБ. Его главное преимущество быстрая передача информации, что очень немаловажно при процессах прошивки. Сам же диск очень минималистичный, его также можно брать везде с собой для различных прошивок. У него очень хорошая совместимость как с ПК, так и со смартфонами. Благодаря наличию в комплекте двух типов кабелей для подключения к ПК и напрямую через USB Type-C, то вы сразу исключаете какие-либо проблемы с накопителем. От себя лично рекомендую использовать хороший накопитель для любого типа прошивок, хоть это Mi Flash, хоть это Custom Recovery, ведь это залог успешного результата. Transcend ESD380C также обладает очень хорошими скоростями записи и чтения информации. Но тут важно его использовать с разъемом на ПК, USB 3.2 Gen 2.2. При данном условии скорость передачи данных будет составлять 2000 МБ в секунду. Если вас заинтересовал данный накопитель, то ссылка на него будет в описании. Ну и конечно же немножечко свободного времени. Сразу хочу уточнить, что все действия мы сегодня выполняем на разблокированном загрузчике. С помощью метода подмены, отката или еще что-то, не получится выполнить переход с HyperOS на MIUI 14. Да, это есть такой момент. И теперь у нас с вами такие вот два путя образовали. Первый путь это если у вас загрузчик разблокирован уже давно, то вам не потребуется выполнять никаких дополнительных телодвижений. Если же у вас загрузчик не разблокированный, у вас есть желание вернуться назад, то необходимо будет проделать, ну скажем, небольшую такую процедуру, о которой я на канале рассказывал. И я как бы в описании ставлю видеоролик, чтобы об этом особо не растягивать данное видео. Но немножечко забегая, хочу вам сказать, что вы нажимаете на версию ОС для ПОКа, далее заходите в раздел расширенные настройки, опускаетесь ниже, выбираете для разработчиков и тут наблюдаете статус Mi Unlock. Если же, как я сказал, вы на MIUI уже разблокировали, то это замечательно. Если же вы этого не сделали и хотите только в первый раз всю эту процедуру провернуть, то материалы на все это дело будут в описании под этим видео. Отлично, мы с вами разобрались. Далее вы все данные, конечно же, сохраняете, бэкап и тому подобное, ну в общем вы делаете все, что вам требуется. И дальше мы можем устройство переводить в режим Fastboot. Для этого зажимаем клавишу питания, выбираем перезагрузка и в этот момент мы с вами удерживаем громкость вниз. После чего просто наблюдаем, как наше устройство перезапустится в режиме Fastboot. Ну и дальше, в принципе, мы его в таком состоянии можем и оставить, потому что дальше мы с вами будем переходить к действиям на компьютере. Вот, пожалуйста, Fastboot и аппарат мы с вами откладываем. Что нам необходимо выполнить дальше? Мы уже можем в режиме Fastboot подключать устройство к компьютеру, для того, чтобы сразу зайти в диспетчер и понять, что у нас по поводу драйверов и как вообще компьютером отображается наше устройство. Если у вас смотрите Android Device и Android Bootloader интерфейс, то это замечательно. Если у вас не такая история, то в описании я оставлю ссылку на папку, где будут все эти драйвера. Если же вы свое устройство подключаете, у вас такой вопросительный знак, вы просто дважды нажимаете на это устройство, после чего выбираете драйвер, обновить драйвер, найти драйвера на этом компьютере и выбрать драйвер из списка доступных на этом компьютере. Ну и, соответственно, вы ищете Android Bootloader интерфейс. Только после этого мы уже можем понимать, что мы близки к перепрошивке. Вторым аспектом, с которым мы также с вами столкнемся, это поиск прошивки. Как и обычно, оставляю ссылку на репозиторий всего того, что есть на сегодняшний день для смартфонов Xiaomi, конечно же, в описании под этим видео. Поскольку мы выполняем все действия на примере Poco F5 Pro, мы, собственно, идем в соответствующий раздел. Дальше я нахожу, ну, допустим, мне нравится глобальная международная прошивка именно с таким индексом. Я нажимаю History и дальше я наблюдаю те прошивки, которые на него доступны. И после чего спокойненько качаю себе Fastboot образ. Отдельно останавливаться на том, как разархивировать, я, понятное дело, не буду. Но скажу вам следующее. Что в пути вашей прошивки не должно быть кириллицы. Ну, имеется ввиду там русских или украинских букв. Потому что система их не воспринимает и будет ошибка. Вот смотрите, я разархивировал на вот накопитель, о котором рассказывал в начале данного видеоролика, когда Transcend ESD 380C. И вот вы наблюдаете, в каком виде у меня сейчас эти прошивки находятся. Далее. Третий момент, который нам также с вами потребуется, это будет непосредственно сам MiFlash. MiFlash рекомендую брать, ну, допустим, от 2021 года. Есть от 2022 года, от 2023 года. Но мне нравится именно вот это. И также вы его сможете найти в описании под этим видео. Дальше я нажимаю на него правой клавишей и выбираю запуск от имени администратора. Внизу смотрите, самое главное. У нас есть Clean All, это просто очистить устройство и не блокировать его. Есть опция Save User Data, это перепрошивка с сохранением данных. Но я не рекомендую ее делать, потому что в процессе эксплуатации телефона могут вылезать разного рода ошибки. А есть опция Clean All and Lock, это вы полностью очищаете и блокируете устройство. Это необходимо в том случае, если вы не хотите заморачиваться с рут правами, чтобы там все возможные модули ставить и чтобы NFC у вас работало. Я же в своем случае выбираю Clean All и нажимаю Refresh. Вот смотрите, при всех там условиях, при всех там драйверах и тому подобному устройство должно отобразиться. Далее в разделе Select я выбираю, конечно же, свое устройство, на которое я прошивку разархивировал и нажимаю один раз на папку. То есть я не выбираю до Images, то есть вы просто нажимаете один раз, чтобы вам потом вот так вот раскрылось и все. Далее я нажимаю ОК и после чего выбираю Flash. Ну и дальше давайте наблюдать, что у нас с вами будет происходить. Как только прошивка закончится, я камеру подрублю и вам продемонстрирую, что все то, что мы с вами провернули, действительно рабочее и этим можно пользоваться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за внимание и до новых встреч!